У Gambit Esports в группе был или Team Kazakhstan. И, в общем-то, им выходить было попроще. Плюс, если не ошибаюсь, они вышли со второго места. Следовательно, фаворитом в этой группе пока неизвестно кто, точнее, в этом плей-оффе, в этом матче, но Flight to Moon как-то явно больше трудностей испытывали с тем, что попасть прямо сюда, соответственно, шанс у них должен быть повыше. Но по пику так не скажешь. По пику я вижу Нагу Сирену, Джекиросик, Death Profit, Джекиросик. Ну, теперь же можно сказать, что по пику более-менее, да. То есть, очень многие команды говорили на том, что они забирали Нагу Сирену, которая не могла нападать из-за того, что банально не было комбинации. И почти все команды использовали Нагу Сирену исключительно в защитных целях. С Джекиро ситуация меняется. Можно положить Айспас, Макрапиру. Все это великолепно работает. Это мы прекрасно знаем. И, в общем-то, это все является отличной контр-инициацией на Титана. Как и Титан может являться контр-инициацией на Нагу Сирену. Да. Следовательно, гамбитам нужны стрельцы. Нужны стрелки, способные находиться на расстоянии. В ближнем бою будет слишком тяжко. Там, сначала идет сон, и Джекиро закидывает Айспас. После Айспаса Нага Сирену закидывает сеточку. И почти любой герой ближнего боя погибает, если это не Джаггернаут, и если это не Найкс. Эти ребята хотя бы могут пожать либо вертушку, либо рейч. Так что нужны стрелки. С пиками. Очень важный момент. Квиннов Пейн. Да. Пики у нее нет, но у нее есть блинг. Пойдет. Ну, стрелок, как ни крути. Ну, и стрелкой мы назвать сложно, но такой кастер. Кастер, который может издалека наносить урон с руки и со своего ультимейта. Для того, чтобы наносить урон третьим с полом, нужно, конечно, немножечко подходить. Хорошо, Владимир. Я поясню. Стрелок для меня ну, то же самое, что и герой дальнего боя. Я понял. Да, так что она стрелок. Она стрелок, летун и прыгун и ее нужно ловить. И ловить ее будет Драгон Найт. Возможно, Гамбит и Esports не ожидали увидеть Драгон Найта, потому что уже была Деспрофит в пике, но Драгон Найт один из лучших героев против Квиннов Пейн почти на любой стадии. На линии его опустить очень трудно, а по игре очень тяжело прыгать. Драгон Найт использует Драгон Тейл, ловит Квиннов Пейн, убивает. При этом, если Квиннов Пейн врывается в Драгон Найт и отдает проказ, то зачастую Драгон Найт выживает. Так что пока у Flight of the Month слишком хороший пик, и мне уже эти ребята начинают нравиться. это же все-таки такие суперопытные игроки, Fly, Silent. На пике у них, правда, ноуфир, но он тоже играет в Доту не первый год. Айсберг такой тоже, в общем-то, нельзя назвать его каким-то молодым талантом, прям юным. ВК в бане, как ты говорил, открытие этих квалификаций. Да? Все боятся в Рискинга. Простой, эффективный, бегает, сражается. Так, и последний бан от команды Flight of the Month. Нужно забанить кэри. Да, Flight of the Month все еще могут поставить Драгон Найт в сложную и взять кэри на легкую. Или могут поставить Драгон Найт в центр и отправить ДП на легкую. В общем, довольно-таки много вариантов имеется у Flight of the Month, и, соответственно, Gambit и Esports так и не могут угадать, кто куда пойдет. Ну, мне кажется, это не совсем герой для Сайло, ДК, и Death Profit это герой для Айсберга точно. Я думаю, что будет кэри на легкую. Забанили Джиггернаута. Джиггернаута. Того самого милишника, который способен бороться против сетки Наги Сирены. Хорошо. Так, и очная ставка. Кто же это? Тоже пятый герой Flight of the Month. Неизвестно. Но скоро станет известно. Я думаю, что это еще один кэри очередной. На легкую линию. Нет! Нет. Это саппорт. Это саппорт, и в итоге у нас получается оффлейн Джеки Рос, я так понимаю. Ну, пока не ясно. Или оффлейн, посмотрим. Ну, что-то подобное. Гамбит. Гамбитом точно нужен кэри. У них саппортов предостаточно. У них у Flames and King медовая Queen of Pain. И сейчас нужно обязательно на центральной линии взять героя. на легкую линию взять героя, который будет стоять против этого Джеки Роса. И не бояться его. И это... Террор Блэйд. ТБ. Ну, один из сильнейших кэри этого патча. Ну, это СНГ регион, Вова. Здесь ТБ ласт пик. На мейджоре он был ферст пиком, на мейджоре вовсе баннили в первой стадии, а вот в нашем регионе он стабильно заходит на ласт пик. Ну, хотя бы так. Какой он черный. Просто какой-то... Это какой-то гем такой, что свет это нет вообще у него. Обычно там разные бывают в этой аркане. Прикольный видок. Черный властелин такой. Ну и Fly to Moon. Айсберг будет на ДК. Сайлент на Death Prophet. Вот этого я не ожидал, что Сайлент сыграет на Баньше. И, видимо, оффлейн все-таки все-таки нага. Насколько я понимаю, Нонграта играет на оффлейнерах. Если я правильно понимаю. Все еще могут свапнуться. Ждем. Наге очень трудно. Пока что берет нага. А у ее многовато. А Джакире нужен левел. Ну, пока не особо свапаются. Ну, будет в дабле стоять там, получать свою эксплу. Почему бы и нет. Это хоть что-то. Так, пюру злайт неплохо. Блайдинг лайт есть. Вешаем миссы. Держимся. Маледикт. Нет, не Маледикт, а Монолик поможет против Queen of Pain. Да, неплохо ее ловят. Там вешаешь на нее, откидываешь, чтобы она бегала без маны. Ну, что, поехали. Мне нравится ТБ. Я смотрю на ТБ, мне ТБ нравится. Когда-нибудь в СНГ тоже будут пикать ТБ. Там, может быть, хотя бы на третий пик, на четвертый. Может быть, некоторые команды догадаются выбрать на первый, но вот пока просто пятым героем забирают. Пусть будет. Не очень сильный керри. Такой, средненький. Можно и на пятый пик забрать. По версии СНГ команд. По версии СНГ команд. Ну, везде своя мета. И как мы знаем, она очень часто меняется. Вон, Элдор Титан и ДК имели топовые винрейты, что не помогло никаким образом потащить команде Вичи Гейминг. А Вичи Гейминг ничего не помогло. Чтобы они не брали, они очень плохо исполняли. Только в одной игре круто реализовали комбинацию, но там Ранзес не лучшим образом сыграл за Брадмага. Я бы сказал, здесь полка в двух концах и ВП очень круто душили, в свою очередь. Не давали вообще ничего делать. Но интересно, что будет на следующем мажоре. Ну ладно, у нас тем временем идут квалификации на мейджор, который будет не следующим, а через один. То есть эпицентр будет после Дака. Напомню, сейчас ПГЛ Бухарест, затем Дак, еще где-то через неделю плюс. А эпицентр будет еще достаточно не скоро. Так что сейчас вот определяется предпоследняя команда на этих квалификациях. Вернее, предпредпоследняя. Затем определяется китайская команда, потому что китайской квалификации до сих пор ничего не анонсировано. Там вообще непонятно, кто играет. А претендентов там достаточно. Все-таки только Ньюби приглашены от китайского региона. Так что там LGD и ВИЧ поборются и ВИЧ и гейминг Джереми Тандер. Ну и конечно же самое главное Madness квалификация, которая непонятно, как пройдет и непонятно, что вообще из себя представляет. Так, ну что, Нонграта на Наге. Взял себе Манго, стоит против Чешира, пришел с котлом на нижнюю линию. Я познакомиться с командой Fly2Moon. Не знаю, может быть у них Нонграта играет на кэри и это кэри Нага. Но мне такой вариант вообще не нравится, потому что сейчас за иллюзии дают слишком много денег, а Нага слишком много ими фидит в свою очередь. То есть уже не получится как раньше этой Нага играть. Где безнаказанно можешь своими иллюзиями развлекать. Котул продолжает каратить. есть наличие ТБ в пике. Если в замесе будет много иллюзий, то ТБ использует рефракшн и люди убивают сами себя. Рефракшн да, очень прикольная штука. Особенно против какого-нибудь ланцера. Ну да ладно. 5-0 пока что у Наги. Но слушай, очень мощное начало. Тут по линиям просто какое-то избиение идет. Хотя вот сейчас айсберг проседает. Но у айсберга 5-1. Если айсберг продержится на линии, то это будет однозначно победа, потому что он стоит один против двоих. При этом у Дес-Профит все великолепно. Джекки Роз здесь гоняет Квин оф Пейн и Элдора Титана. Титан, конечно, неплох, но вот не в дабле с квапой наверное на этой линии. Как же больно квапе. Джеккир или Квитфайром продолжает разминать. Есть фласка, но придется докупать еще какой-то хил. Ну и Дага Сирена 9-1. Это еще один Драгон Найт, который приходит на центр, качает Брэсфайр и с первым Брэсфайром он не добил ни одного крипа. В итоге его бил ТБ под формой, его избивал Диз-Раптор, все это дело было под Тандер-Страйком и он очень сильно просел. Но даже несмотря на это, пассивочка первого уровня. Он стоит фуловый и не парится. Там иллюминает его убьют. залетает. Диз-Раптор убьет под дабл дамеджем, но Драгон Найт его не ощущает. Да, тем более дыхание ДК, в отличие от многих дизейблов, дыхание ДК срезает не белый урон, а весь урон. Именно процент от всего урона. Поэтому Драгон Найт очень хорош против всех абсолютно героев. Ну, скажем так, против героев с белым уроном он менее эффективен стал чуть-чуть относительно. А вот против героев с зеленым уроном или против того же дабл дэмеджа он хороший. Так, ну и продолжает разбираться вот что-то здесь 2 на 1. Приходит ему помочь Коттл. Я думаю, что вряд ли ДК что-то помешает. Опять же, есть еще фласка, есть еще танго. Наливают ему маны Кипер на верхней линии сажает элдер титана на сифон. В итоге у квапы нет хп, у титана все плохо. Квапа здесь вообще с двумя фласками бегает. Закупилась мощно. Ну и на нижней линии Сенкинг чуть-чуть пришел в себя, пока его оставили одного вместе с нагой стоять. Все-таки Сенкинг на соло линии 1 на 1 хорошо разбирается. Да, очень интересно, что такого за блок на сложной линии у нас здесь просто набегает дп, набегает джакир и тычкует. Я не знаю, я с этого самого начала обратил на это внимание, что почему почему квапа на верхней линии на сложной линии и джекирос ее там разминает ликвидфайром буквально. Она все деньги тратит сейчас на фласки фактически. Убивает там двух-трех крипов покупает две фласки. Это не очень круто. Лутает только левел. Поэтому третий уровень. Кстати, все равно меньше, чем у дп. Айсберга оставили одного и саппорты перетягиваются на топ. Сейчас попытаются забрать. Но здесь второй тандерстрайк. Не совсем понимаю, зачем второй тандерстрайк, учитывая, что дк так или иначе не пробить. Глимпса нет, есть кинетик филд, ставится вард, но вонскор сейчас мог спалиться таким своим мувом. В итоге он спалился обо всем он догадался Джокера и Джокера теперь не будет рисковать. Он просто будет аккуратненько подфармливать нейтралав. Ну а Деспрофит отходит подвышку и ганг вышел неудачным. Ну и скоро переключимся на нетверсу, но пока что мы видим, что у Квапы крайне печальные дела из всех героев. Сенкинг приподнялся, Террорблейд в общем-то с дк опять же идут вровень после того, как ушел. А Коттл тем временем стакает. Здесь кстати говоря уже вот есть. Слушаем звук. Звука нет. Крипов не стакнул. Но здесь еще один стак есть. Ну скорее всего стакает он для себя. Дахак нападает на него айсберг. Да, у айсберга есть солдринг, но он пока даже не пытается прожимать, потому что маны слишком много за счет наличия Китров Злайта. Можно постоянно спамить. Элдор Титан пришел на сложную линию. Он такой постоял, постоял, но ему достается. А реген заканчивается. Продолжает тандерстрайком пытаться разминать ванскор, но это не работает. ДК все равно отрегенивает все. У него 12 регенов в секунду. Этот тандерстрайк отрегенивает за 15 секунд. Это потеря маны. Он будет так вечно столбиться от Драгонайта, а Драгонайт будет отхиливаться. Пора завязывать. на 5 уровне и потом вкачать ультимейт. И вместо того, чтобы бить Драгонайта с посевочкой, он будет бегать и убивать героев. Да, здесь теперь на 3-ку Глимс будет только к 7-ому уровню, потому что на 6-ом придется брать ульту, а на 5-ом соответственно он будет только в 2. Это очень серьезная потеря. Естественно ульту не будет на 7-ом брать, он ульту возьмет сразу на 6-ом. Чешир выход на мид. И наверх. И наверх. Пошел Дизераптор, но он без Глимса. Какая печальная картина. Дизераптор без сапога и без Глимса пытается догнать ДП. Вот он. Смотри. Вот. Что-то пошло не так. Что-то пошло явно не так. Да, Ванскор пока что нас главный все внимание к себе приковал. Может. Работает на медийку. Скажем так. Ну, будем продолжать следить за этим Дизераптором. Потратил ТПшечку. Кстати говоря, он еще и ТПшечку потратил и вынужден покупать новую, поэтому у него остается третий уровень и абсолютный ноль в рюкзаке. Все очень плохо. Ну, теперь-то пора Гвим скачать. Вернуться на центр взять 4-ый уровень. Минус курьер в исполнении Элдер Титана. Пошел Сандер, но по-моему Сандер очень кривой и Айсберг погибает. Нормально. Разобрались, ребята. Сандер в никуда был скастован, но и так хватило урона. Тандер трейк завершал. Да, Элдер Титан хорошо перетянулся. Вот не совсем было понятно, что Элдер Титан сделал сверху, только потому что у Квинув Пейн дела не улучшились. ДП топ-1 Нетверс, Квинув Пейн топ-6 Нетверс. У ДП 3300, у Квинув Пейн 2000. Элдер Титан бегал-бегал, ему надоело, он притянулся в нит и сразу делает фраг. Да, еще при этом ведь плохо достаточно фармить крипов Квинув Пейн на такой средней стадии игры, и тяжело фармить какие-то леса, поэтому подниматься будет тяжко. Хасту забирает Нага Сирена, есть сон. Сандра нет, об этом знают. Не врите нам. Да, вот 72 секунды в иллюзиях отображался, но на самом деле его нет. Хотя, конечно, потеря Курьера и ДК в миде, они очень серьезно помогли сейчас команде Гамбит прийти в себя, например, Ван Скоро, у которого было 200 Нетверса. Сейчас хотя бы есть какой-то сапог там, да, сапог появился. Хоть что-то. Так, ну и Элла Титан снова возвращается наверх. опять, да. Снова ему понравилась эта линия, снова он хочет что-то попытаться сделать с Queen of Payne, но непонятно, кто именно. Queen of Payne пока не 6 уровень, который как ДПш, очень скоро будет 7 уровень. Потом просто закидывает иллюзию, ну она как бы ходит, да, немножечко урон наносит, но это несущественно. Он не может набежать, нанести этот уровень. Да, он даже может подойти. Он подойдет и его быстренько оформит. Он сразу выпишет бесплатный билет в таверну. В итоге он подбежал. Снова возвращается. Снова имеется иллюзия. Так, ну и... Ну и ДПш пошел вниз. Снова у него много урона, но он стоит на месте. Возвращается в центр. Да, ДП надоело, ДП пошла вниз. Липс появился. Экзорцизм хочет разорвать. Ой, как хорошо. Сейчас сыграно. Элдер Титана. Элдер Титан минусует Драгонайта. Следом еще подцепили Флая. Сетка пошла. Макропира. Но сетка слишком низкого уровня. Шир тут же выходит. Делает по каждому герою потычки. Элдер Титан ставит своего спирита, добирает Джакира. Сейчас будет возвращать. И получит много мовспида. Нужно отпускать. И забирает Элдер Титана. Он 2 в 1. Хорошо. Хорошо для копейки. Да, вот сверху он приходит, он ничего не делает, он просто стоит. А в мид он приходит и сразу забирает Драгонайта. Если он будет в таком же духе продолжать, убивает Драгонайта, то дела будут налаживаться. Ну, на этот раз был великолепный Сандер, с помощью которого удалось круто разменяться. Джакира подпушивает вышку на топе за счет своих плевков. ДК подпушил вышку на центральной линии, Деспрофит подпушивает вышку на нижней и забирает ее. Между прочим, вырисовывается очень неплохой лайнап с точки зрения забирания ТВ-ров. Это Деспрофит, которая своим ультимейтом бьет ТВ-ра, это ДК и Джакирос. Если получить небольшое преимущество, а оно есть, можно его очень неплохо развить сейчас. Просто по кулдауну ультимейтов, выходя, ломая вышки и с появлением аганима у котла, а здесь, я так понимаю, у него будет быстрый аганим именно. Просто задавить, сломать базу. Ванскор, потерял ДП из виду. Печаль. Уже выходит, уже выходит помощь. Можно кастануть слип. Глимсует нагу, чтобы она не кастанула слип, но на самом деле от этого не особо легче. Деспрофит успевает просочиться в Кинетик Филд Ванскор. Буквально еще одна тычка, ТП на кулдауне. Забирают его. Да, он слишком мягкий еще. На миде ДК начинает подпушивать вместе с Джекиросом. Джекирос плюет в вышку, ДК плюет в вышку. Вышка горит. Теряет много ХП. Где-то по сотню за 2 секунды. Терраблейд активирует свою метаморфозу. Always one of fly делает еще тычку. Но вышка погибнет. Нужно будет динять ее. Флай забирается на топ. Телепортирует Флая. Флай успевает уйти. Улетает. Нага сирена уходит. Все уходят? Да. Все отлично. Разлита бы на форму. Форма есть. Пушим в вышку. Айсберг сверху. Тут же подходит Death Profit. Форма ТБ не реализована. На сложной линии стоит БЗЗ. Но сюда приходит Драгонайт и БЗЗ страдает. Опять нужно уходить. Забирать баунтируны. БЗЗ пошел забирать ровну сверху. Потом еще забирать ровну снизу. И более-менее. Ботл окупается на этой линии. На боковой нам уже показали как это работает. Ну да. Ну а флайдом просто ждут. Экзорцизм уже есть. Драгонайт подходит вниз. Здесь также имеется и Джакира с Liquid Fire. И как только у ТБ заканчивается форма, она уже закончилась. Они идут и забирают очередную вышку. Liquid Fire в 4. Бах! Вышка бьет медленнее. Вышка потихонечку умирает. До формы Драгонайт 25 секунд. Подходит Шиширский кот. У него Хутоф, Дефенс и Фейсбутс. Необычная сборочка. Но двоих мало. Нужно всех перетягивать. Нагу мсуют, но успевают. Сайланс, АС-класс и в итоге забирают. Ну, отдали. Да, они вдвоем здесь ничего не делают. Они даже втроем здесь ничего не делают. Если они хотят защитить вышку, то нужно приходить в пятером и драться. А в итоге пришел Л-Артиклам, пришел Снэкинг и пришел Дизраптор. И что они хотят сделать? Что три героя хотят сделать пятером героем вот у этой вышки? Забирают Тир-2, при этом есть форма ДК, есть экзорцизм, можно сразу перетягиваться. На мой взгляд, можно сейчас просто отпушить мид и перетягиваться на топ, забирать сразу две. Как их дефить, непонятно. Под экзорцизмом, под формой ДК, под Ликвид Файером вышки будут падать слишком быстро. Фишир, правда, пушит мид, и вот с этим нужно что-то делать. А, форма ДК прожата. Внезапно оказалось. На Т-2 прожали. Да, я не обратил внимания, мне казалось, что он сохранил эту форму. Но экзорцизм в любом случае есть. Тогда можно забирать одну хотя бы. Главное сейчас отпушить все линии. Да, Джекиросу уже призывают. Остается только ДК. Здесь какое-то столпотворение Гамбит. Они что-то пытаются найти в лесах, но в лесах никого нету. Так, и Нага Сирена остается снизу, как и Драгон Найт, который медленно перетягивается на топ. Делает себе Шадоу Блейд. Руна появляется внизу. Стягивается на топ. В этот момент подцепили Квин оф Пейн. Пошел Айс Пасс. Тут же дается Сайланс. Квин оф Пейн. Элдер Титан раскастовывается. И Квин оф Пейн выживает. Квин оф Пейн выживает, но урон не нанесено. Отличный рассказ от Сэн Кинга. Он может ворваться, врывается в Нагу Сирену. Нужно как-то ее подсейвить. Ее не удается подсейвить. Погибает Дизраптор. Квин оф Пейн еле живая. Тиррблэйт активирует метаморфозу. Начинает бить Айсберга, но Айсберг слишком прочный. Отличный Сайланс. Бежит вперед. Эхо Стом. Но нужно бить Дахаку. Дахак танцует на месте. Забирают Диспрофит. Она слишком мягкая оказалась. И провальная драка для команды Flight to Moon. Они могли просто спокойно выйти и забрать вышку, но вместо этого минус 2. Не зачекали Сэн Кинга за деревом. Ну вот они ребята, которые могут драться 5 на 5, если захотят. У них есть полезный кулдаун, и они могут драться против противника, но при условии, что они будут воевать все вместе, а не по отдельности. Да, но Сэн Кинг на халяву, конечно, раскастовал в Тепи Центр. Он просто спрятался за елкой. Худов Дефайн, фейсбуцы, что это вообще за айтем билд. И с таким айтем билдом... Это билд мужчины. Билд мужика. Билд мужика. Билд танка. Видал, видал. Питал и убежал. Да, очень круто впитал, кстати говоря. Другой басан Кинг явно уже расклеился. Но здесь, тем не менее, начинается пуш вышки. Несмотря на то, что драфт проиграли, экзорцизма нет. Зато есть форма ДК, ликвид файр всегда присутствует. 500 кп, 400. Да, минус. Забирает лу из ваннафлай. Нужно идти дальше. Ванскор. Надежда только на Ванскора. Ванскор горит. Ванскор горит в инвизе. Ванскор. Ванскор подтанцует. Ванскор. Закроешь всех, кроме наги. Она достует. Закроешь нагу. Все дадут рассказ. В итоге Ванскор, ну, в кого-нибудь. Кастуй в ДК. Все в ДК. Все в ДК. Но, кажется, ДК может выдержать этот урон. Кастуется ультимейт от наги. Ну, в общем-то, как и говорилось. И просто уходит на ТП. И улетаем. Пойдет. Хаммер у наги. Медальку у ДП. Ничего нового. Хаммер у наги. Это привычная тема. Медальку у ДП. Ну, вот это, возможно, что-то новое. Хотя, в принципе, она делает немного армора и делает эвэйшн. То есть, делает Солар Крест. Чтобы ДБ ее так сильно не разминал. Нормальная вещь. Абсолютно. Ну и что? 4 тысячи преимущества. Продолжаю давить. Ведь это только первый экзорцизм. Так. Что это такое? Попытка была поймать на Юл. Виновпен чуть было не ошиблась. Селдер Титан. Возвращается ее с Пирита. Ульта у него нет. Опять выдвигаются на Тер-2. Очень агрессивно играют в Флайту Мун. Они вот постоянно идут куда-то. Постоянно идут пушить вышки. Немножко, конечно, привитивно смотрится стратегия, но... Работает, как мы видим. Очень неплохо. Отличный вард, который не попал в зону обзора сентри. Надо брать на вооружение. Берите. Смотрите. Ну и сейчас Титана будет. Попытка забрать. Да. Выпыт на Титана. Титан. Нет. Титан слишком быстро. Он под бафом. День. Все видят. Забрать не удается. ДК ультует. И под аркан руны сейчас будет с помощью ультимейта заходить что-то пытаться сломать или кого-то сломать для начала. Обойти элдор Титана. Очень хочет. Прям вообще не палится. Заходит. Все. Да. Титан такого не ожидал и ничего с этим поделать не может. Минус Титан. Тут же начинает плевать вышку. Драгон Найт делает тычку. Джеки Рост делает тычку. Лышка упадет очень быстро. Перетягивается ТБ. Пытаются отступить. Глимс второго уровня. Всего-навсего. Сенкинг раскастовывается. Сенкинг. Да. Эпицентр не тот, о котором мы мечтали. В итоге... А что с Джеки Росом? По нему вообще ничем не попали. Джеки Рос в итоге фуловый. Диспрофит разворачивается. У нее экзорцизм. Как минимум ванскора продадут. Да. Минус ванскор. Что это было? Вот такие вот игры были у нас подавчера. Мне просто интересно... Сразу скажу, что эти ребята заняли топ-2. Да. То есть они в топ-4 СНГ, не считая на ВВП. Я понимаю. Нет, нет, нет. Они в группе. В группе. Они вышли из группы. Со второго места. Ну да, я понял. Вот представь, что там ребята на третьем месте и на четвертом. Там была дичь еще та. Да, пошел Метеор Хаммер. То есть я на все это смотрю, как бы я на самом деле наблюдал. Я не понимаю, почему так. То есть казалось бы там сильные игроки. Казалось бы там очень многие находятся в топ-200, в топ-300 по рейтингу. И вот мы видим. Мы видим какую-то дичь. В исполнении гамбитов. Все в ДК опять. Бедный Драгон Нарк. Но, кстати, на этот раз неплохо. Ульт Квин оф Пейн. И все заснули. ДК выжил. Айсберг. Я знаю, что Айсберг боксер. Но, по-моему, он больше подходит для роли боксерской груши. Потому что в этой игре его постоянно бьют, но не могут пробить. Хотя Флая тоже попробовали. Но я не совсем понял, как вообще Сен Кинг рассчитывал. На что он рассчитывал. Давай вот такой эпицентр, который он в итоге дал. Хвапа. Получает тычку. И погибает. Нет, живет чудом. Уходит на блинке. За ней бежит Айсберг. У него уже есть форма. Но можно Тир-2 забрать по миду. Спокойно, абсолютно. Что там? Ничего нет. Там метаморфоза потрачена. Дахак пока перетянется. Будет поздно. Они потратили все кулдауны. Вообще все. Не убили Драгон Найта. И... Поэтому он возвращается. Тут либо... Тир-3. Форма Драгон Найта. Четвертая пассивочка Джекира. И у ДП очень скоро откатится. Окимейт. Т-3. Побить немножко. Заставить вернуться. Так. Тир-3. Побили. Горит от Коррозив Бресса. Ставится сентри. Ван Скор понимает, чем пахнет. Но, к сожалению, слишком поздно. Блин, это такое избиение. Это такая жесть. Ну, Fly to Moon. Они со второго места вышли, да? Fly to Moon вышли с первого места. А, с первого места. Ну, тогда да. Тогда здесь все понятно. Тут сильная игра. Тут прям даже интересно было. Будет посмотреть на их следующих соперников. Какими бы они ни были. Но пока что все идет к тому, что это будет Team Empire. Которые в незабываемом противостоянии одолели... Эффектов. Эффектов, да. Я этот матч буду помнить долго. Это я могу сказать, я этот матч буду помнить долго. Но я не буду рекомендовать пересматривать записи. Это нужно было видеть в лайве. Во, вот так вот. Если вы это пропустили, то теперь все. Слишком поздно. Прикольная комбинация. Через две волны. На Death Profit. Если Keeper of the Light дает ей чакру. А, тем временем нашли Титана. А, нет. Это Дисраптор. Если бы нашли Титана, это была бы конечная. Потому что как дефить, непонятно. Без Титана. Но, в принципе, это и так близко. 9000. Потихонечку начинают уже... О, нашли Нагу. А вот эта Нага настоящая. Успевает активировать Code of Defiance. И стики. Вообще, Слипа нет. Да, и погибли. Ну, ждем день. До дня осталось у нас сколько? До дня у нас осталось 2 минуты. Ждем Нагу. Ждем день. Ломаем пока Шайна. И заканчиваем. А, нет. Шайна еще нельзя. Ломать еще Тер-3. Да, и заканчиваем. Ведь у котла огоним. Пауза. Появляется Блокинг Бар у Айсберга. Все, один герой готов. Его и без БКБ-то тяжело забирать. БКБ будет еще сложнее. Ну, а ДПшечка пойдет в статы. Не в статы, а в ХП. Чем больше ХП, тем лучше. Пишет плюс бокс минус майл. Ну, на самом деле, я уже отвечал на эту шутку. Другой такой шуткой, но правдой. Для того, чтобы произошел минус майл плюс бокс, должно случиться 2 события. И вероятность выпадения этих двух событий, она крайне мала. То есть, должен состояться какой-то мажор или лан-турнир, на котором будет и Айсберг, и я. Это практически стремится к нулю. Вот если сейчас не эпицентр, то все, уже никогда. Ну, в этом году, во всяком случае. Так что, болеем за команду Flight to Moon. Хитерочек. Ну, вероятность второго варианта, много выше, чем вероятность первого. Нет, ну. Вероятность второго варианта стопроцентная. Да, я бы сказал, что Flight to Moon пока неплохо играют. Так что, реально, эпицентр может стать тем самым турниром. Не, к тому, что ты 100% будешь на эпицентре, а вот Айсберг не факт, что окажется. Скорее всего. Хотя, знаешь, всякое, возможно. Ну, нет, я не верю, что Микс, который собрался совсем недавно, сейчас возьмет и разом выбит. Empire, Team Spirit, Effect, Vega Squadron, Gambit. Вот всех-всех-всех. Я вот не верю. На каком уровне с NG Dota, что пацанчики собираются вместе, разваливают организации, в которых там ZP, тренеры, условия, буткемпы. На каком уровне с NG Dota находятся тогда? Подожди, но ведь организации, у которых тренеры, буткемпы, условия, они же приглашены прямым инвайтом. Ну, я про Vega Squadron сейчас говорю. А, а Vega уже все. Vega уже развалили. Так что здесь... Я сразу скажу, что Vega Squadron это не единственная команда, которая имеет буткемп, тренеры и все остальное. Может быть, некоторые команды все еще играют в квалификациях. Может быть, Flight of Moon там что-то имеет. Тоже такое. Ну, я, честно говоря, я бы не сказал, что там Dota на том уровне или не на том, но, по-моему, такое вполне реально, то, что эта команда может развалить. Потому что пока что у них все просто замечательно. Сен Кинг копает двух героев, чтобы Queen of Pain ушла отсюда. Поднимают воздух Сен Кинга. Сен Кинга сейчас будет станчик. Четыре секунды надо прожить. А, нет, все, четыре секунды не прожить. До свидули. До свидули, Сен Кинг. 8 тысяч преимущества остается. Тут Джокера воюет с Дизраптором. Битва саппортов. Так. Макропир имеется. Глимс Дизраптор уже использовал. Джокера поднимает сама себя вул. Ее никто за это не наказывает. И Джокера убегает. Да, это довольно жесткий предмет. Вообще, со времен... Ну, кто у нас так начал активно Джокеросом играть? Наверное, Юниверс. В ЕГЭ. Когда вот ЕГЭ пикали, Джокерос стал появляться вот именно во второй доте. Очень часто. И как раз там был такой атом билл, что сначала ты покупаешь Юл, либо Блинк, потом Юл. То есть Блинк, Юл. Форстав значительно повышает твою мобильность. Ну и дальше комбинация простая. Блинк, Юл, а Спас, все. Герой пойман. И, как правило, он убит, потому что подтягиваются тиммейты. Да и ты с Макропирой, которую ты тоже успел положить, скорее всего. У нас игра в призови Джокера, отправь Джокера домой. Но к разочарованию Дизраптора кулдаун на рекол гораздо меньше, чем кулдаун на Глимс. Поэтому он может заниматься этими штуками несколько раз. Сенкинг раскастовывается, врывается, копает, ни в кого не попадает. Сенкинг прожимает блокинг бар. Отличный аэрсплит, Арчишир. Арчишир проседает, минус Арчишир. Терроблэйд нажал БКБ. Если Сандер, Терроблэйда пробивает. Сандер не самый лучший в ДК. ДК все еще жив. У ДК есть Аегис. Еще последняя тычка нужна. Нет, Драгон Найт уходит. Под просветкой поднимают. Квин оф Пейн, Юл. Квин оф Пейн прыгает, забирает Драгон Найта. Кастуется Слип. Ноуфир пытается уйти. Ноуфир получает эхо стомп. Ноуфира не видно. Нет, ноуфира все-таки погибает. В этот момент нападение на Терроблэйда. Дают ему айспас. Дают ему все. Квин оф Пейн сама прыгает в айспас. Элдер Титан туда заходит. Сандер на Джекироса. Джекироса должен погибать. Джекирос погибает. Остается Титан. Конечно, очень тяжело Айсбергу без формы. С ним что-то сделать. Бигнум прожимает барабаны. Прожимает просветку. Нужно срочно выходить из невидимости. В итоге 2 в 2 остается. Прилетает сюда Ванскор. Стан. Титан уже пытался кастануть свой стомп. Пробивают ДК. Айсберг все еще жив. Возвращается Квапа. Умрет первый Айсберг. Все еще живет. Все-таки добивает его Ванскор. Бигнум дает стомп. Остается Нага. Пытается сделать ТП. Санкинг прыгает. Подкапывает Нагу. Драка не кончается. Нага делает телепорт. Есть глимс. Успевает использовать глимс. Нага продолжает драться. Нага понимает, что ей не уйти. Деремся до последнего. Бежит обратно в драку Элдер Титан. Кудов Дефайн прожимает Санкинг. Подкапывает еще раз. Нага все еще жив. Нага идет до конца. До конца гейминг. Ни шагу назад. Стомп промазали. Куда же ты идешь? И рекол. Но нет, не дадут. Не дадут. Сейчас будет подкоп. Срабатывает пассивка Санкинга. Рекол сбивается. Еще один подкоп. Но она нереально прочная. И уже тиммейты подтянулись. Тиммейты подтянулись. Нужно бежать. Нет, еще бы секунд пять. И Нагу бы засейвили. Но, к ее сожалению, этого не произошло. Ох, вот это драка. Тир-3 смогли сломать. Можно теперь ломать шрайны. И ждать следующего Рошана. Безумная драка. Хотя она могла быть гораздо лучше для команды Гамбит. Если бы Санкинг попал своим пару страйкам хоть по кому-то. Например, по ДК не дал бы ему нажать Блэк Кинг Бар. ТБ создает проблемы. Вот он стоит на передовой. Возвращает Дэс Профит. Подходит Кин оф Бэйн. Дэс Профит поднимает сама себя. Но Элдот и там накрывает ее станом. Тей семьей бьем. ДП очень больно. Она погибает и остается Джакира. Джакир догонит. Шадоу Страк есть. Возвращает Джакира. Джакира тоже погибает. И легчайшим минус 2. Вот. ТБ становится проблемой. Вот тот самый ТБ, которого на мейжерах берут первым пиком. В нашем регионе его берут последним пиком. Он становится проблемой. Вот он выбегает на передовую. И его бьют. Его бьют в флайту мон, но они его не убивают. В итоге он нажимает на Сандр. Он фуловый. А в флайту мон минус один герой. Казалось бы, нужно либо бить ТБ так, чтобы он умирал, чтобы он не успел использовать Сандр. Либо лучше его вообще не трогать. Потому что зачем его убить? Ты его бьешь, он нажимает на Сандр, он фуловый. У тебя минус один герой. Он там бегает на лоу хп, его очень легко добить. И вот такие дела. То есть нужно либо убивать ТБ, либо не трогать. Но поэтому он сейчас делает совсем другое. Они убьют, он нажимает на Сандр и ггшечка. Да уж. Вот так вот все у нас и происходит. Ну да. Действительно, так и было в прошлой драке. Да, и поэтому от преимущества в флайту мон почти ничего не осталось. У них все равно перевес 4000 голды. И ТБ качается. Ну ситуация шаткая. ТБ имеет топ-1 нетверс на карте. Так, просканили айсберга. Айсберг идет. Да, засейвили курьера. Пытается добежать до Ка, но слишком мило. Медленный даже в Шадоу Блэйде. Хороший скан был. Ну, в общем, ситуация шаткая, потому что сейчас нужно сломать Шрайны. Я вот не понимаю, почему многие команды, даже вот на мажоре я обратил внимание, игнорируют Шрайны. Вот ты сломал ТР-3, сходи в пятером, сломай сначала один, потом другой. Пусть на это ты потратишь там некоторое время, и соперник что-то успеет там отсплитить разочек. Но зато потом ты перережешь кислород. А потом выясняется, что этот Шрайн на 5 хп, ты гонишься за каким-то террор-блейдом, он успевает нажать Шрайн, потом у него откатывает ульта, и ты проиграл игру внезапно. Ну, не говоря уже о том, что, например, с точки зрения Рошанов, вообще Шрайны нужно ломать моментально. А бывает еще веселее. Подрался вот здесь у Т3, снес Т3, и просто отойди, сломай Шрайн. Вместо этого Драка затягивается, вместо этого некоторые герои Гамбит успевают треснуться во время этого замеса, и они делают ТП на этот Шрайн, и выходят в спину. Ну, в этот раз хорошо прочитали, действительно был выход на Шрайн в смоках, но в Лайд Умун почувствовали, что что-то здесь не так, и Драгон Найт своего спасли. Ну, я говорил про то, что заходить надо пятером, что Рошана отдадут, серьезно. Это же... нельзя так делать? Нельзя отдавать Рошана. Нельзя отдавать Рошана, не делайте этого. И они отдают Рошана. Они отдают Рошана. С таким преимуществом. При том, что у них преимущество. Да, они даже не попытались подраться, и сейчас они еще могут отдать Джеки Роса. Да, они еще могут отдать ДК, которого закрыли. Они могут отдать все вообще! Все отдать команде соперника. ТБ нажимает БКБ, он просто один. Ему не страшно, у него Аеги. Снага поет, но эту песню никто не слышит. Террор Блейд заткнул уши блокинг-барами. Идут дальше. Айсберг. В БКБ. Все потрачено. Нечем спасаться. Безезей идет дальше. Нужно просто бежать на базу. Поднимает ВУ. Но Глимпс не работает. Юл против Глимпса не работает. Квин оф Пейн каким-то образом умудрились стереть. А БСС сделал ответочку. Что происходит в этой игре? Какая дичь! Это полный провал. Да, казалось бы, ребята забрали Аегис. Они готовы идти, они готовы убивать. У них Аегис и, если я не ошибаюсь, еще был сыр в Квин оф Пейн. Вот. И все, нужно бежать, нужно убегать. Они бегут на вас, у них преимущество. Они вас возьмут и сотрут порошок. Да, у них Аегис и сыр. У них преимущество. У них почти две жизни. А Олдсвен оф Лай пошел дальше. Он побежал на Джакира первый. Словил в себя весь контроль. Его быстренько стерли. И после разобрались с его командой. Ну вот так его. Вот обычно так вот культикации происходили. То есть там были качели. То в одну сторону, то в другую. Тут в любой момент может выразить кто угодно. В любой момент, любая команда может пойти, закинуть. И конечная. Знаешь, я смотрел вчера вот этот вот Invitational. И там была игра 4 на 4. И там, как бы, когда наши проигрывали, Майкер говорил, что скорее всего это некто амулет, который на самом деле по-другому его никнейм звучит. Ну потому что непонятно, кто заливает. Но думаем на него, если что. И вот здесь я смотрю на все это дело. И здесь тяжело вообще определить, кто не заливает. Потому что, ну вот, то, что сейчас произошло в исполнении команды Fly to Moon, это нонсенс. Но при этом, при всем, они сейчас идут вперед. И шутки шутками, они сейчас еще и днем и катку могут потащить. Они просто идут вперед. Против Аегиса и Сыра. Сыра Кьюнов Пейн так и не нажала. Она решила умереть на базе соперника. Так, идем, идем. Нет, а что насчет шрайнов? Кстати, шрайны еще стоят. И тот, и другой. Зачем? Какие шрайны, Вова? Какие шрайны. Окей, заходим. Заходим логично. По стороне, где нет Тир-3. Правда, бэкдор защита. И правда, очень больная ДК. Он нажимает Блэкинг Барреж, Сплитер. Попадает только Кейперов Злайт. Кейперов Злайта добивает Квиннов Пейнс. Едает Сыр. Неплохая реализация. Засыпает на Макропире. Ее двигают. Получает стан Квиннов Пейнс. Горает под духами Деспрофит. Деспрофит очень неплохо отхиливается. Даже несмотря на Спирит Весель. Поднимает себя Бьюл. ДК. Все еще жив. ДК живет. На каких-то лоу ХП. Деспрофит сейчас погибнет. Деспрофит погибает. Нага накрывает троих. Неплохо. Но получается Сандер в лицо. Ай-яй-яй. И Джекерос остается один. Джекерос успевает уйти отсюда. Забирает Гем. Кстати, Флай. Старичок опытный. Молодец. Фантастика против Аегиса. Сыра. Они пошли в атаку. И они еще эту атаку неплохо провели. Потому что Сыр выбили. Аегис сейчас исчезнет. Через полторы минуты. Главное сейчас Бараке не потерять. Это больше был похож на Суицид. По-другому не сказать. Аегис и Сыр. И зачем драться, можно просто подождать. То есть, если совсем ничего делать. Пожалуйста, сюда пройдите. И добейте святыню. 15% жизни осталось. Заработайте денежек. А потом у них закончится Аегис и Сыр. И вы сможете зайти. То есть, если они до этого не смогли зайти. Когда у них было преимущество в виде 8000 голды. То почему они решили, что вот сейчас они смогут? Сейчас преимущества не было. Сейчас у противника еще была Аегис и Сыр. Зачем? Зачем? Я могу сказать, только потому что, наверное, день. И у них есть Коттл. Но Коттл умер довольно быстро. Он потому что ломанулся в драку. Хотя, кстати, тоже непонятно, зачем он вообще ломанулся в драку. Ведь он мог стать максимально далеко. Да, но он вышел вперед. Вышел из сумрака. Боже. На кого сейчас ставить в этой игре? На кого делать ставку? Вот просто такую свою. Я, конечно, не имею в виду ставку с точки зрения каких-то денег или имуществ. Ведь только, мне кажется, умалишенный человек может поставить на игру в таких квалификациях. Просто посмотрите, что происходит. Ну просто, кто сейчас должен победить? Давайте проанализируем. Но Терраблэйд, по идее, слишком силен. У него Аегис, но Аегис сейчас кончится через 6 секунд. Я думаю, что все-таки Fly to Moon могут дожать. Потому что они постоянно идут вперед. Ох ты, Санкинг дисконнектят. И рано или поздно они дожмут бараки. С другой стороны, ну если вот они так будут разбиваться один раз за другим, а Бабарону Гамбит в какой-то момент просто они на контратаке погибнут. У них не будет байбэков или... Ну я ставлю на Fly to Moon пока. Мне больше нравится вариант, где Fly to Moon забирает цветыни, две штуки. Расставляет варды, забирает Рошана и потом заходит на возвышенность. Такой вариант смотрится посимпатичнее. Да уж. Да, все, Аегис вот только-только закончится. Прямо у нас пауза по таймингу. По таймингу Аегиса. Кстати, Вов, отвечаю на твой вопрос. Вот на такие матчи обычно опытные ставочники никогда не ставят. Я их понимаю. А если ставят, то обычно просто на коэффициенты. Потому что выиграть может кто угодно, а коэффициенты там обычно прыгают. Знаешь, я вот так смотрю, и я думаю, что команде Fnatic ей бы неплохо было бы смотреться в СНГ квалификация. Потому что, ну, то, что исполняет команда Fnatic, это тоже там жестко. Вот вроде Юниверс, там, самый стабильный игрок был в ЕГЭ. Но на этом мейджоре он занимался такой вещью, как денаил, собственно, милишный барак. Я на секундочку напомню, просто было много вопросов у людей, почему это так важно. Милишный барак, даже если он там горит под каким-то огнем, он имеет теоретическую вероятность выжить. И отрегенится до полного. В то время как, если ты денаешь барак, или барак забирает соперник, не имеет никакой разницы с точки зрения золота. За заденайный барак и за добитый барак соперником, или за разрушенные крипами, соперник получает абсолютно одинаковое количество золота. Это было сделано специально, чтобы никто никогда не денаил свои бараки. Но они такими вещами занимаются. Это было в каком матче? Это было, по-моему, когда они упали в лузера с ВП. Ну, я думаю, Юниверс он такой думает, блин, но мы сразу проиграем. Вот я честно не помню в таком-то матче, но просто да, это как бы была такая, на мой взгляд, конечная. Потому что это уже говорит о том, что люди совершают действия, которые делать не нужно ни в коем случае. Ну, потому что барак, он скорее всего бы там погибал, ну, а вдруг выжил бы там на каком-то одном хп. Ты же не компуктер, чтобы все в голове просчитывать, все варианты. Так, ну, а тем временем, Лайт Умун хотят выйти с базы. Но тут появляется аганим у Дизраптора. Внезапно, нифига себе, он начинал, у него было 200 нетворца. А у Титана появляется стан в лице. Пошел аганим у Дизраптора, но что-то как-то он никуда закинут. Хотя Титана кидает у Сплиттер и не попадает им. Какая досада, БКБ нажимает, Сен Кинг прокастовал Эпицентр, но все, в молоко. Лежит Макропира, все танцуют на Макропире. Альтер Титан выкупается, Нага Сирена погибает, Драгон Найт остается против ТБ. Как же больно Наге... О боже, как же больно Дэс Профит и Драгон Найту. Террор Блэйд всех убил. Нет, все-таки Террор Блэйд. И наступает еще и ночь. Они пошли прямо, когда заканчивался день, поэтому Кип Офзелайт не может хилить. Но, по-моему, особой разницы нет. Драка происходила не лучшим образом. Дисраптор потратил свой ультимейт в никуда. Элдер Титан погиб, потратил свой ультимейт в никуда. Сен Кинг промахнулся ультимейтом. Террблэйд всех убил. Смотрим Файт Рекав. Видим Террблэйд 3500 урона. Квопа 1900 урона. Вот оно и все. Такие дела. Там еще очень хорошо выкатывался Элдер Титан. Он принял в себя часть урона, потом подошел, просто убежал в толпу. И ТБ под Элдер Титаном не прощает. Там слишком много урона заходит. Пытается котл дефить Блайндин Лайт. Но теперь Блайндин Лайт на кулдауне. И вышка падает. Судя по всему, минус-сторона действительно случилась. Только случилась она несколько у другой команды. Еще раз Блайндин Лайт. Блайндин Лайт не устоял. И уходим. И уходим, готовимся к Рошану. Рошан очень скоро появится. Кстати, может быть, к ней получится? Нет? Рейнджевый барак все еще стоит, но не суть. Суть в том, что сейчас у Гамбит есть денежки. У ТБ 6000 голды. В отличие от Флай 2 Мун, Гамбиты сразу же после убийства Т-3 вышки идут и забирают святыни. Прямо сходу. Красавцы. Святыни забрал. Убедил. 2 минуты, Гораж. Ждем. Нага-сирена делает нули-файр. Что сделать с террор-блейдом? Как его остановить, если он купит бабочку? Отвечает Дмитрий Куприянов. Попробуем кинуть Тон. Потом скинуть ему на голову Метеор Хаммер. После Метеор Хаммера положить Айс Пасс. И еще, чтобы крапира лежала. Да, естественно, чтобы духи били. Я просто говорю, что ротация дизейблов. И сверху Dragon Knight дает Dragon Tail. Вот, например, вот так. Как тебе? Мне очень понравилось, просто когда ты Факеру на какой-то вопрос сказал досрочный ответ. И ответил. Я теперь поэтому буду так себе вопросы задавать. С подводочкой. Знаешь, вот просто хороший пример. Вот в Ове есть, допустим, какие-то юниты, которые там просто берут и убивают рейд. И, соответственно, их нужно контролить так, чтобы этот юнит выходил из контроля. Вот ситуация здесь похожая. Если ТБ выходит из контроля, как герой, то туда, тут он просто убьет всю команду. У него 38 брони, попробуй его убей. И у него там Сандер, 23 уровень и Блэкинг Бар. У него 25 тысяч нет в рс. Тут инстагг. Если он выходит из контроля, да, он там разваливает всех. Вообще всех. Поэтому его нужно не выпускать из контроля. Если ты вначале его не законтролил БКБ и ты развалился, если в конце, что еще хуже, он дал Сандер и развалился ты сразу, еще быстрее. Вот я, честно говоря, в очередной раз вижу Нагу и Сирену, но я еще ни разу не увидел комбинации, где Нага нажимает на Сом, подходит Джакир, закидывает Аспас. И Флайт УМО начинает драку через Айспас. Я еще ни разу такого не видел. То есть стабильно Сон используется, но только в защитных целях. И было бы здорово, ну хотя бы попытаться. Яблочный спас, медовый спас и айспас. Тем более, что Миттерхаммер давно куплен уже. А как-то кастуется, он все время в драке там, им еще очень тяжело попасть. Террор Блейд. Ой, Джекирос сейчас погибнет. Три, два, один. Рефлекшн. Джекироса подкапывают. Андрюша в деле. Андрюша в деле. Живет. Раскастовался. Диспрофит. Диспрофит вернули. Пошла ульта. Диспрофит сильно проседает. Но, кстати говоря, живет и сеточка на Квин оф Пейн. Квин оф Пейн минус. Правда, потратили Сон не на то, чтобы убивать Дахака. Айсберг, БКБ всех замедляет. А неплохо. Чешир раскастовался. Сбил, блин. Коттл. Коттл красавчик. Сбивает блин. Но какой же Эхо Стом шикарный от Элдера Титана. Чешир все еще жив. Дахак. Есть Сандер. Дахака есть Сандер. И он не успевает использовать Сандер. Его лишают все маны. 80 маны остается. На Сандере есть мана? Все. Нет. До свидания. Айсберг. Айсбергов Глимер. Айсберг живет. Ультра килл от Айсберга. Они выиграли эту драку ночью вчетвером. Почему? Почему так получается? Команда 8300 урона от Айсберга. Откуда? Смешайшая. Айсберг передамажил ТБ. ТБ за драку на меня столько 2400. Жесть. Тут провал. Тут Кин оф Пейн нажимает на Блокинг Бар и прыгает вперед. Просто нага поет. Она получает сетку. Кин оф Пейн тут же умирает. Потом ТБ. Он до конца не понимал, то ли они дерутся. При условии, что Кин оф Пейн уже мертва, то и атакуют. В итоге он начал убегать. Его команда пошла вперед. Он по своему моменту решил развернуться. В общем, все получилось очень криво. Да, на самом деле, несмотря на то, что Сандер стоит 0 маны, если бы ТБ до толкали до 0 маны, он бы еще получил стан от Монолика. И это была бы конечная. Он получил стан. А он все-таки получил стан? Да, он получил стан. Как раз из-за этого у него как раз и было 0 маны. И именно по этой причине он не успел дойти и дать Сандер. Он просто там еще и под Сайленсом находился все время. И Сайленс Дэс Профит не простил. Это такая штука, если ты манту БКБ тратишь, то... Вообще, Вова, смотри, есть еще и другая ситуация. Ситуация, в которой Кин оф Пейн прыгает первая и умирает, нажимая на блэкинг бар. Ситуация, в которой ТБ вообще убегает из драки. Но потом возвращается вот в такую ситуацию. Без манта, без БКБ под Сайленс. Вот в такой ситуации, да. У ребят из Flight to Moon тоже имеются шансы. Правда, Андрюша снова его нашли. Он снова и улет сам в себя. В прошлый раз мы помним, чем это закончилось. Это была ггшка для гамбит. Возможно, это байт. Байт на Андрюшу. Стат, залетает. У, ДТ! Ай, как больно! Как же больно! Отпусти Айсберг! Айсберг не отпускает. Это просто легчайшие байты от Андрюши. Андрюша байтит как боженька. Ну и ситуация похожа. Опять прыгнул в Queen of Pain. Получил астан, несмотря на то, что у него Black King Bar. И снова умирает. И все, и можно не идти никуда, ни на каких Рошанов. Здесь просто можно заканчивать. Заканчивать, ну или как минимум ломать две стороны. Все еще жив Террер Блейд. Айсберг. Экзорцизм работает. Вторая сторона упала. Что дальше? Дальше сразу на третью. Айсберг без ДД уже. Но Вышка так или иначе страдает от его дыхания. Нужно главное по ней начать бить. Минус Бараки. Экзорцизм работает. Двух героев нет. Еще 35 секунд. Смотрим. Забирают. Глимсует кого-то. Кого глимсует? Дес Профит. Пошел ТБ. Дес Профит нажимает БКБ. Сон Наги. Сон Наги. Что бы Террблэйд ничего не мог сделать? Хотя Сон Наги отменяется. БКБ заканчивается. Контроль от Террблэйда. Просто пытаются сломать Бараки. Отличный ультимейт от Дизраптора. Просто бить Бараки. Бьют Бараки. Сломали один. Нужно сломать еще один. Как же больно. Драгонайт. Он сам себе разбивает лицо иллюзий. Олвес Ванна Флай по-прежнему танцует. Олвес Ванна Флай все еще жив. Последняя тычка. Флай добивает себя иллюзией. Но Титана нет. У Сен Кинга все еще нет. Террблэйд опять получает стан. Опять у него ноль маны. Сандер давать не в кого. Потому что слишком много ХП. Сайланс на развороте. И уходят мега-крипы. Вау. Вован, вот она СНГ Дота. Казалось бы, преимущество было у Гамбит. Казалось бы, у них все хорошо. Но они просто пошли и сами себе зарунили игру. Мне очень нравятся графики. Вот графики бомба в этом матче. Знаешь, я тоже самое могу. Вот знаешь, вот эти графики обрезаешь на определенном моменте. И можно говорить, у них все было хорошо. У команды Флай 2 Мун все было хорошо. Но они пошли и сами себе заруинили игру. Потому что пошли там на Айеге с сыром. В этом моменте, допустим. Да, в этом моменте можно играть. У Гамбит все было хорошо, но они пошли и заруинили себе. И так каждые 5 минут. Если игра продлится еще 10 минут. Ну, допустим, вот они здесь видят Джакера. Им было очень трудно забрать Джакера вдвоем. Допустим, Квин оф Пейн и Сэн Кингу очень трудно быстренько вырезать Дракона, у которого имеется Иул. У него 1700 жизни. Но они решили, что у них получится. В итоге ребята напали. Получили сверху Драгон Найта, который заставил Квин оф Пейн. И легчайший минус 2. Вот оказалось бы, еще можно было играть. Ситуация была не такая критическая, как сейчас. Шрайн все еще стоит. Принципиально фонд по защите шрайнов работает. Ты спрофит так плюнул на него рукой. Чего-то урона вообще не получает. Нет, все-таки сломают. Ну надо бы. Нет? Нет, просто уходит. А вдруг-то в спину прилетит? Нет, ну серьезно. Хотя сейчас уже, конечно, понятно, тяжело. Но все равно это такой шанс зайти в спину, что лучше и не придумаешь. Ну ладно. Устоит. Смоук прожимается. Ох, если бы они подумали об этом. ДК с Аегисом. Под формой. Экзорцизм пошел. Тир 4 падает. Джекирос плюет в вышку. Айсберг. Рефлекшн. Закрываю Диспрофит. Но она уже все кастанула. Пошел тут же Слип. Все в Диспрофит. Все в БКБшечках. Но Тирблэд засыпает первым. Юноф Пейн засыпает второй. Получает нулефайр. Использует блин. Диспрофит все еще в БКБ. Тир 4 упали. Можно бить. Эншент. Эншент нужно дефить. Тирблэд стоит в стане. Он ничего не может сделать. Сандер неплохо на пол хп. Но этого недостаточно. И Эншент. Эншент должен погибать. Синкин копает. Есть эпицентр. Но дать он его не может. Эншент. Тысяча хп. Диспрофит поднимает себя в Юл. Падает Элдер Титан. Дизрафтер уже мертв. Падает Эрблэд. ГГ. ВП. Лайту Мун. Одерживает победу в первой игре. Какая жесть. Легчайшая. Вот такие вот графики. И на этом надо говорить легчайшая. Ой жесть. Ой жесть. Камбэк на камбэке. Просто простой. СНГ, Дотка. Та самая. Сколько там было преимущества? Изначально было преимущество 8000. И Гамбиты начали отыгрываться. Ну десятка почти. Да, Гамбиты заработали. Ну короче где-то там 1015 заработали сверху. И потом в один момент они просто пошли и фиданули всей командой. Ну что же бывает. Айсберг задушил. Там сколько урона он нанес. Мне кажется за последние две драки. Там какая-то должна быть огромная цифра. Но в целом он нанес 39 тысяч урона. Мне кажется для ДК 39 тысяч урона это очень большой показатель. Учитывая что Диспрофит 30 нанесла. И опять же он бы не нанес столько. Если бы не последние две драки. Где сначала он просто там всю драку бил и уничтожил саппортов чуть ли не в соло. А в последней драке он взял ДД. И с ДД там уничтожал. ДХак даже меньше нанес урона. Это конечно жестко. Вот он. Дядя Богдан. Ну что Гов, это не конец? Это не конец. Это только начало. Какой конец? Будет еще одна как минимум? Да, будет еще одна как минимум. Мы уйдем на небольшой перерыв и вернемся к второй игре. Спасибо. 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 Спасибо.